всем приветики на дворе у нас 8 января 2023 года на улице минус 20 я собираюсь на работу и вчера выложила вконтакте вот эти вот красивые фотографии написала что минус 20 и и руки чуть не отморозила правда пока фоткалась но холодно очень рукам было и тут понеслось тут понеслось гюзелька мне написала смотри у нас минус 30 потом настя написала из курска у нас минус 20 ощущается как 25 оля с нижнего новгорода у нас вчера было минус 30 это утром нужно все написала в местами до минус 35 подмосковья тоже знаю за тридцатку мордовия тоже за тридцатку мне присылали тоже фотографии сообщения короче везде везде холодина это кошмар какой-то я не помню такого чтобы прям одновременно во многих городах было так холодно причем мурманские теплее чем у них это это ужас но я надеюсь я очень надеюсь что это ненадолго у меня ночует няшка-дуняшка оставила и завтрак вот проснется пусть завтракать но она опять что-то вставала я слышала или даже не спала около двух часов ночи но ничего каникулы завтра школу усиливается уже потихоньку надо вернее вливаться в школьный режим гляньте какое красивое небо с утра какие красивые деревья я уходила дуняха проснулась у нее каким-то образом сработал будильник сейчас играет с кошкой мне сказала давай ка еще поспит потому что еще на самом деле очень рано я уже отработала я уже дома посмотрите за кнопка морозная красота привет кискалиска время 2 час дуняшка спит она видимо сидела тут с кошкой играла играла и отрубилась ну пусть высыпается синички скачет по деревьям еще здорово да здорово еще мои цветочки ленте стоят правда они уже такие немножко потеряли свой внешний вид но еще не осыпаются и мне жалко мне жалко выборачивать пусть стоят с 15 декабря уже вот скоро будет месяц хотя бы месяц до стояния и тогда уже прям рекорд побьет короче какие новости дуня проснулась лена уснула проспала на больше двух часов дуняшка красится тут наводит марафет время четыре часа я сегодня буду сейчас мне кажется так долго спала сегодня буду убирать елку кошка мы будем убирать елку мне от жалко и выбрасывать ну может быть и лапа обрезать поставила лапа обрежу поставлю в вазу хоть это ну на пока не сыпется дняхая смысл пока лена спала она тут еще пьет чай нашла сгущенку не бусы никакой эти сделала и убрала волосы чтобы они мне не мешали лети к накидала как это вся вот эти там это ворона между вела и если вам немного отрицать глазки надо просить как у тигрицы так расскажи про этот вчера ты загадывала это не забыла ай тигры как поймать тигра в клетку я сказал а я сказала сейчас сказал ну как загадать тигра в клетку просто дуня это никак я любое время бывает только в полоску да тигры бывают только в полоску поэтому клетку тигры не поймать никак ой господи вы так хорошо себя с Колей вели я высыпалась молодцы а я сижу на кухне вот у меня слифовка мать ну так обычно мать добрый день привет яблоки никто не ел яблоки купила витамины кстати один как нельзя яблоки кусочками ну кусочками то можно помнишь мы с тобой в нос от аллергии этим донормилом ну пшикали нет таким мы не пшикали помнишь от аллергия все его больше не выпускают в аптеках вот тут я купила заменитель из себя от аллергия ну если надо и тебе пшикнем не ну если аллергии сейчас нет то что не надо мне больше? это зарядка папе вкусно пахнет вкусно а значит одобрем одобрем сидя ты нормально на голове, сейчас хочу, знаешь что я сейчас хочу понятить бензина с папиной машины мне нравится запах бензина? вот что она вкусная ну многим нравится запах бензина и запах краски кстати да краска вообще лучшая а я нет я нет а мне нравится запах когда этот сыр Слушай, это еще не приемная. В смысле? В прямом. Но вообще бабушка Таня, мамина мама, гениально. Она тоже любила запах бензина и запах краски. Моя мама любит запах бензина и запах краски. Ну а в чего-то она приемная. Ага, посмотри на тебя и на маму вылетая. А, я не с вашей семьей, не с вашей кровью? Да, я протяй и говорю. А, я тоже не приемная. Я думала, ты про себя. Нет, я про тебя. Нет, не приемная. Дуняха заказала драники. Покажи, какие драники красивые. Пока горячие. Она все красится. Кому красишься? Домой сейчас скоро поедешь. Себе. Себе и стирает. Красит и стирает. Уже пачку в одних дисках мне, наверное, перевела. Нет. Нет, не пачку, половину. Я уже, наверное, 10 точно выкинула. Вон опять лежат. Вот что им на старе делать? На старе им что делать? Мадам Брошкина. Итак, а что я решила сделать с елкой? Я решила сделать с елки палку. Теперь у нас елки-палки. И в таком виде, вот в таком виде она мне будет стоять. А что? Оригинальная инсталляция. Тебе не нравится? А мне нравится. Обалденно. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Тара-та-ра-та-ра-та-та. У Дуни мост закипел. Короче, что я решила? Елку жалко выбрасывать. Лапы классные, свежие. Я поставила их в водичку, обрезала лапы. Но я не могу запихать все лапы в одну вазу. Две вазы с лапами мне не надо. Игрушки я вешать не буду, потому что я резко буду их скидывать. И я решила, я решила остатки веточек. Сейчас поставлю водичку. Завтра заберу на работу. Тоже на работе поставлю. Я, как понимаете, у Коля не спрашиваю. В ванночку, в вазочку. А Коля-то зачем? Какая бы разница до моих елок-палок? Ты кухню, кажется, превратила в свое. Коля, как можно? У Коля своя свадьба, у меня своя свадьба. А я куплю чай. Ага. Ты хочешь чай? Сейчас налю. Сейчас последние, драненькие. Сниму. У меня варится снова лапшиной суп. У меня оставалась лапша. Я же говорил, что это съел. А, съела, дунька, драненький-то съела. Молодец. Вот, оставалась лапша. До этого я варила суп лапшиной. Он так нам всем понравился. Он так хорошо ушел. Я решила сварить еще со сладков лапши. Очень вкусная штука. Ну что, кухня без елочки. Вот это пока пускай на окошке будет. Веточки оставила. Все. Остатки Нового года, как говорится, есть. Больше ничего нет. Все убрала. Надо отвезти в гараж. Опять у меня тут в коридоре гора коробок. Две коробки с новогодними игрушками. Одна в деревню сложила, одна с банками. Накрыла старым полотенцем, потому что кошка дерет углы. Она раздирает углы и все раскрашивает по полу. Сейчас я покажу. Вот эти коробки, которые у меня уже... Тут я показывала, по-моему. Это все в связи с ремонтом, кто не знает. А то скажут, Лена, ты что, живешь на коробках? Ну, как бы это все я показывала. А вот кошкин любимый угол. То есть она его постоянно дерет. Иногда я брызгаю здесь духами. Она перестает драть на время, но она находит другой угол. Она вот там дерет, она сам дерет. И когда я накрываю тряпкой, если коробка... О, услышала меня, что я говорю. Когда я закрываю тряпками, она особо не дерет. Ну, хотя залазит по тряпку. Поэтому я пока прикрыла так. Надо будет отвезти на мои выходные. Завтра денек отработаю. Потом вторник, среда у меня выходные. Анютка у меня в отпуске. У меня сейчас первая часть отпуска. Выйдет в начале февраля. И потом уже вторая часть отпуска будет гулять чуть попозже, когда будет тепло. Ну, все. На сегодня буду заканчивать. И продолжу завтра. Будет всем пока. И снова здравствуйте. И снова здравствуйте. У нас уже утро. Сегодня у нас какое число? Я поснулась только 109 января. Сегодня ночью у нас была Шкода. Эта Шкода вон она ходит. Вот этот гашучек стоял вот здесь, на этой полочке. Она любит на эту полку залазить, просочиться и там сидит сзади. Но я не думала, если полка будет заполненная, она туда полезет. Все равно она туда полезла. Да, Лиса. Вот это да. Вот это ты меня творила. Там у меня была посажена травка для свинок. Для свинопотамов. Эх, Лиса. Эх, Лиса. Что ж ты такое наделала? Давно ты мне так не шкодила. Что? Куда? Что тебе сейчас? Ну-ну-ну. Идя. От какого? Слушай, у тебя тут холоднее. Здесь обычно холоднее. Я не знаю почему. У-у-у. А я знаю что? Я вчера разоружила елку. Мне так жалко было ее выбрасывать. Я сделала себе эту экибану дома и привезла еще сюда на работу веточки. Сейчас воды налью и пусть они стоят. А взяла бы, посушила и пила бы. А хвою? Или когда болеешь, дышать. Ну, тут валяться. Я хочу свою разобрать и мало ли что, в горло положить. Боже мой, как холодно, Оля. Я не могу. У меня ж руки все. Знаешь еще что? Надо сказать, я забыла вчера. У нас вот там вторая штучка, вот видишь, открыто окно. На улице сегодня минус 11, но такой ветер, прямо шторма, такая поземка, все крутит. Все вертит. Ну, я всегда переобуваюсь. Я прихожу в теплых носках, потому что у меня на работе теплые носки и теплые натуральные топоты. Вот такие. Мне даже в этом всем все плечи, в сапогах. Сейчас буду сидеть в дубленке, пока помещение не нагреется. Потом это даже жарко будет, потому что печки хорошие. Но пока не нагрелось, это просто что-то с чем-то. Надо принести градусник из дома и посмотреть, сколько здесь температуры, когда мы приходим с утра. Блин, гляньте, стала наливать воду в елочку с бутылки. И там лед, просто самый настоящий лед. Да, вода со льдом. Вам не видно, наверное. А мне видно, лед плавает. Вот это да. Так, я уже дома, традиционно в понедельник вечером я кашеварю, завтра к маме с папой. Это у меня головешки щука, треска, сик. Кто еще? Кто еще? Наверное, и все. И здесь у меня сижок рыбка. Это будет рыбное заливное. Рыбный холодец, как Коля говорит. Это для папульки. Это у меня творог. Так, и я буду делать сегодня творожную запеканку. Как обещала, покажу в очередной раз, как я ее делаю. Делается быстро. Показываю тоже быстро буду, потому что, ну, тут не надо ничего раз усоливать. Все так ясно и понятно. Продается творог для сырников, для запеканок. Он такой, как бы, однородной консистенции. Сейчас, после праздников, его пока не завезли. Я купила вот такой зернистый творог. Можно не взбивать его в блендере. Но тогда запеканка будет немножко грубоватая. Мама любит мягенькую, поэтому я сейчас забью в блендере. И потом дальше продолжим. Так, ну что, массу я сбила. У меня еще есть пачечка мягкого такого творожка. Здесь у меня... А, Коля, вот, где они? Что? В самолете, что ли? Коля в WhatsApp учится. Где в самолете? Кресла какие-то сидят или... В каком самолете? Это просто где-то у них годовщина свадьбы была фотография. А, ну, нет. Ой. Короче, Коля учится в WhatsApp отправлять сообщения. Вот, здесь у меня творога 400 грамм. Я уже говорила, что делаю все на глаз. Здесь 180 грамм. Вот такая вот пачечка всего. Ну, грубо 600 грамм творога, да? И сколько получится? Чуть меньше. Я тебе что, вещаю? Потом на вот это количество 2-3 яйца. Я добавлю, я добавлю сколько? 3 яичка. 3 яйца вбиваю сюда. И сейчас продолжим. Учится фотографировать теперь. Слышу, что на тебя нашло на старости лет? Не надо меня сфотографировать цветочки. Вот. И что? Не, на середину. На середину. А надо на фото. И надо руками не дергать, и камеру пальцами не закрывать. Учись. Короче, 3 яйца вбила. Мама сильно сладкое не любит. Немножко я посыплю туда сахарку. Так, камеру не закрываю. Нажимать на фото. На серединку. Там у тебя есть же куда нажимать. Ну, ты ж много раз сфотографировал. Ну, вот это нажимать надо. Да. Так. Насыпаем сахарку. Кофенки туда падают. Насыпаю туда еще ванильный сахар. Ну, и чего? Вот. Либо можно ванилин. Сейчас покажу. Подожди. Так. А проверить как? Сейчас покажу, Коля. Ну, погоди. Ну, тут как я вот, видите, меня отвлекают. И можно разбавить это дело водичкой. Можно разбавить это дело молочком. Мама просит водичкой, чтобы снизить жирность. Не знаю, сколько. Опять же, на глаз. Ну, примерно грамм 50 воды я сюда наливаю. Лиса, будешь Коле подсказывать? Говорит, все запоминать надо. Конечно, все запоминать надо. Вот. Я уже тут взболтала. Уже показала, как фотографии отправлять. Уже не первый раз. Коля забывает. Надо каждый день репетировать. Каждый день, да. Вот. Я уже перемешала все, что я вам показала. Можно миксером. Я это все делаю ложкой. И сейчас сюда, опять же, на глазок буду добавлять манку. Молодец. Молодцы на конюшне. Я молодец. Коля включил мини-озвучку, то есть чайник. Манки, опять же, на глаз. Вот, ну, примерно столько. Вы видите, да, сколько там? Ну, тоже грамм 50, наверное. Вот манки на это все дело. Сейчас я перемешаю. Немного постоит. Минут 10. И форму. Я сейчас делаю в силиконовой форме. Ничего не смазываю. Хорошо готовится. Спасибо за советы. Ничего не прилипает. Вот. Так все перемешаю. И будет вот такая вот и не густая, и не жидкая, однородная масса. Но консистенция, если сказать, как консистенция густенькая сметана. Все. Массу я вылила. Выпекать буду при температуре 200 градусов. Можно 180 градусов. И буду выпекать до готовности. По времени не знаю сколько. Я обычно заглядываю и смотрю по тому, как будет все это дело зарумяниваться. Киселиса внимательно слушает. Киселиса запоминает. Киселиса в следующий раз будет делать сама. Да, кошка? Ну что, запеканочка готова. Края почему-то у меня постоянно темненькие. Вот такие. Но они не черные, они не сгоревшие. То есть тут все нормально. Вот. Но почему-то края зарумяниваются сильнее. Если не зарумянить края, будет серединка, ну, жиденькая. И поэтому я держу до того, что у меня зарумяниваются края. И тогда пропекается серединка. По крайней мере, это все нормально. Возможно, зависит от духовки. Овощную рагу тоже уже надо выключать. Здесь у меня разные овощи. Все это готовлю по-разному. И наличие овощей. Затем достала рыбку. Там у меня бульончик. Рыбку сейчас отберу от костей. И затем, опять же, показываю. Все равно кто-нибудь спросит. Делаю я как. Желатин добавляю в бульончик. Из расчета вот эта вот пачечка на 500 миллилитров жидкости. Добавляю сколько мне нужно. Там на литр, допустим. Отдельно в формочке кладу уже разделанную рыбу. Заливаю бульоном с желатином. Его не надо замачивать, размачивать. Он сразу размешивается. И готов к приготовлению. Быстро растворимый желатин. Очень классная штука. Вот так что. Так вот сейчас сделаю заливное. И на сегодня у меня кашеварение. Все. Ну что же. Все. Залила по формочкам. Разлила, вернее, заливное. Сейчас остынет. Уберу в холодильник. И на приготовление этих трех, на мой взгляд, несложных блюд у меня ушло примерно полтора часа. Я думаю, это нормально. Быстро. Быстро, сытно, аппетитно. Ну, как-то так. Ладно. Все. На сегодня снимать я больше ничего не планирую. Поэтому скажу всем пока. Всех люблю. И, конечно же, до новых видео.